Папа Папочка Баня реагирует на действия Не отпускай меня, отец Озан Прошу тебя, не сдавайся Все наладится, я обещаю тебе Господин Тарк, здравствуйте, как вы? Благодарю вас, а вы как? Спасибо, я соседка Жюли Дэй Мы с вами познакомились на прошлой дневнике Помните? Помню, помню Извините, пожалуйста, но у меня есть очень важное дело Тарк, дорогой Тарк, дорогой, иди сюда Послушай, я тебе кое-что скажу Видишь вот этого господина? Господин Этен, он заместитель в министерстве Послушай, ты сейчас же должен с ним познакомиться Поговори с ним и стань его другом, хорошо? Я иду домой себе Что значит, домой еду? Ты что, дразнишь меня? Тарек Тарек, иди сюда Я кому говорю? Тарек, дорогой Ну ты погоди, ты еще ответишь у меня? Нет, на кухне ее тоже нет Боже мой Ни на кухне, ни в гостином, ни в саду ее нет Где же она? У тебя же есть телефон, сестра Позвони-ка ей Подожди Берчин Ну что, где Узан? Не знаю, мама, я не нашла ее И платье мое испортилось Как это не нашла? Я не даю вот тобой и твоим отцом заниматься Ей-богу Может, он в свою комнату поднялся? Позвони ему Алло Она ответила Ослым, где ты, дорогая? Мы тебя везде ищем, но не можем найти Я в скорой помощи, тетя Нуран В скорой помощи? Что? Какая скорая помощь, сестра Нуран? Что ты там делаешь, дорогая, в скорой помощи? Узан попал в аварию на мотоцикле Мы сразу вызвали скорую помощь Сейчас мы едим в больницу Состояние у нее нестабильное, без сознания Дорогая С тобой все нормально? Ты не покалечилась? Матушка В аварию попал Узан Со мной все нормально Сейчас мы пытаемся успеть доехать до больницы Вы сообщите его семье Хорошо? Хорошо, хорошо, дорогая, хорошо Ты будь там внимательна Она говорит, чтобы мы сообщили семье Ну так пойдем, пойдем Узан Держись Желеде Дорогая, возьми это, выпей Да лучше бы у меня язык высох Высох бы мой язык Не рассказал бы я об этом Мы... Как мы могли рассказать ему об этом, а? А что могли сделать, дорогая? Он напрямую обвинил нас в убийстве Все-таки мы не из удовольствия так долго скрывали этот позор его отца Ладно, проехали Что было, то было Последствия неминуемы Он очень сильно любил своего отца А сейчас, когда он узнал правду Это уничтожит его Уничтожит его Правда может ранить, дорогая Но в то же время Она может и усилить человека Возможно, это было правильным для его взросления Господин Минтас Что вы здесь делаете? Выйдите отсюда Госпожа, ваш сын Что? Озан Озан попал в аварию Моя племянница рядом с ним Они едут в больницу Озан? Озан Нет Он не отвечает Я пойду, посмотрю в его комнате Желеде Что? Пойдем Бегом Подгоните мою машину, быстро Желеде Что случилось, дорогая? Что это с вами? Озан Озан попал в аварию Что? В какую аварию? Как он? С ним все нормально? Не знаю Не знаю Мы едем в больницу Хорошо, дорогая Я позвоню Тараку Мы тоже сейчас поедем в больницу Боже, хоть без Сузана ничего не случилось Подожди, дорогая Подожди У меня руки и ноги трясутся Подожди А Алло Алло Тарык Сестра Нам надо тоже ехать в больницу А сын там одна Она не знает, как приехать оттуда Она же не отсюда О, интересно, как сильно она испугалась Подожди Из охраны есть Юсуф Я позвоню ему Он нас сейчас отвезет в больницу Алло Юсуф Дорогой Ты можешь отвезти нас сейчас в больницу О, Зан О, Зан Все нормально с тобой? О, Зан Открой свои глаза О, Зан Прошу тебя Открой глаза Пропустите О, Зан Вы остаетесь здесь Пожалуйста Дайте нам работать Прошу Местис Расскажите же что-нибудь Скажите с ним Все нормально О, Зан О, Зан Где мой сын? Где он? Его взяли в операционную Это было недавно Успокойся, дорогая Успокойся А она, видимо, ничего не знает Господин доктор Я мать, Зан С ним все нормально? Госпожа, успокойтесь Нет ничего страшного Его очень вовремя доставили в больницу Ему надо немного отдохнуть Скоро вы сможете увидеть его Слава Всевышнему Скорейшего выздоровления Спасибо огромное Спасибо огромное вам Господин доктор Воздоровление Спасибо Это все произошло из-за меня Это все из-за меня Жули, дорогая Пожалуйста, и в этом деле Не считай себя виноватой Хорошо? Пожалуйста Лучше бы я не говорила Всего этого А если бы с моим сыном Что-нибудь случилось? Боже Я бы тогда умерла То есть, ослым Если бы тебя тогда не было рядом Ой, я даже сказать это не могу Ну, то есть, если бы ты не вызвала Скорую помощь Возможно, его бы не смогли спасти Что ты такое говоришь Тетя Но ведь это так Они тебя отблагодарили? Тетя Эта женщина переживает за сына Она что, еще успеет отблагодарить меня? Да, верно Да, я тоже чудные вопросы задаю Я сделала все, что могла Любой бы в моей ситуации Поступил бы так же Главное, что сейчас С Сузаном все хорошо Это самое главное Моя дорогая доченька Не, ну ты видишь Как я могу не гордиться Этой прекрасной девочкой, а? Молодец, моя дорогая доченька Ты очень устала Ты сегодня переволновалась, наверное Давай пойдем домой Ты немножечко отдохнешь, а? Давай, мама, пойдем Ну же, ну же, приедет лифт Какой этаж называла эта женщина? Третий этаж Приезжай Так, я побежала по лестнице Подожди, Берчин едет, едет Боже мой Что это такое? Поднимается, спускается А здесь остановиться не может никак Может он сломался? Пойдемте по лестнице Что уж мы можем поделать? Пойдем, тетушка Ну же, матушка, ну же Да хорошо Матушка Матушка Матушка, все нормально с тобой? Тетия, у тебя опять голова закружилась? Нормально, все нормально Пойдемте Пойдемте по лестнице Пойдемте по лестнице Бедняга Как волновалась его матушка Если бы я вовремя не подоспела, Эйлюль Если бы с ним что-то случилось И у мамы бы сразу умерла вместе с ним Как же это ужасно Значит, Узан Чтобы тебя зарегистрировали Очень многим пожертвовал, не так ли? Так он смог к своей маме уговорить? Я-то думала, что тебе учитель Тарет помог Я удивлена Слушай, я тебе рассказываю про аварию Узана Про то, как мы с трудом его довезли до скорой помощи Про то, что он мог умереть Я тебе получила только об этом рассказывать А ты подираешься к этому? Что ты разозлилась, кузина? Послушай Или у тебя есть какие-то чувства по отношению к этому Узану? Нет, ну Просто если ты не заметил Мы один час и говорим только об Узане Не неси чушь, а? У меня половина дня прошла в больнице В скорой помощи О чем я могу тебе еще рассказывать? О земле и о небе, что ли? Конечно, я буду тебе о Узане рассказывать Да ладно тебе Расслабься Ничего я не говорила Жуледе Я поговорил с доктором Они должны несколько обезболивающих ему дать Завтра у него выпишут Сказали, что нам не стоит здесь ждать Я не брошу сына здесь Никуда не уйду Дорогая Они сказали, что он должен отдохнуть Я лишь передаю слово доктора Не более Мемтас, говорю же Я никуда не уйду Не брошу сына Давай не будем ссориться Хорошо, дорогая Хорошо Если хочешь, ты можешь идти Хорошо Если что-то случится, ты сообщишь мне Хорошо? Увидимся Отец 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 Я здесь, дорогой Я здесь Ой, Тарак, дорогой Ой, время-то позднее Надо уже ехать Вы садитесь на машину И езжайте, Сибель Я на такси приеду И Сибель возьми Я никуда не еду Пока он за ним придет в себя Я не хочу уезжать отсюда Сказали же С ним все нормально Завтра увидишь его Ну же, Тарак Прошу тебя Сибель, я же сказал Идите Нашим друзьям нужна поддержка Могу, ради я в такой ситуации Бросьте их и уйти Ладно, дорогой Ладно, не злись ты Что с ним, Мюнтас? Дядя Мюнтас У нас все нормально Его жизни ничего не угрожает Нет, доченька, нет У него есть лишь несколько царапин Завтра утром его выпишут Он снова всевышнему Я ухожу Вы со мной? А Жулиде? Она будет с ним Ну давайте мы тоже пойдем Давай, Берчин Завтра утром, когда его будут выписывать Мы придем Пойдем Давай, Тарак Тарак Пойдем, дорогой Боже мой, что же я буду делать? Почему ты вновь столкнул нас с Тараком? Почему именно сейчас? Хедия Что это с тобой? А что со мной, сестра? Доченька, ты такая бледная? А, это из-за этого Живот разболелся Я сделала себе чай с мятой и лимоном А так со мной все нормально Вернее, я сейчас собиралась сделать Ты подожди, сиди Я все тебе сейчас приготовлю Эх, Хедия, эх Ты слишком сильно себя загружаешь Естественно, все это ударяет по твоему животу Послушай, тебе нужно успокоиться Значит, здоровье испортишь А то потом у меня появится еще одна проблема В виде больной тебя Эх, Хедия Что тебя тревожит? Эх, Хедия А? Кто? 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 Да нет, все нормально, брат Просто Ночью кошмар приснился Я вот думаю о нем А так со мной все нормально Не волнуйся А, Эй, Юль Ты видела афиши на въезде к нам в комплекс? Нет, не видела Что за афиши? Я так поняла, будет концерт Через нового учебного года Там будут музыканты, певцы Ты возьми ослым Вместе пойдите туда Вам будет очень весело Доченька Да, вы немного развеетесь Это было бы прекрасно Аслым Ты бы знала, кто будет на этом концерте Вот, сама посмотри О, да Аслым, знаешь Мы должны любой ценой туда отправить Да ладно Я передумала Не стоит она того Там толпа будет Но вы бы развеялись, доченька Давненько у вас такого не было Вы, две кузины, сходили бы, отдохнули И продвели, было бы прекрасно К тому же развеялись бы немного Послушай, отец Мы сходим в парк Мы сходим в парк Погуляем, вот и развеемся К тому же, зачем нам стоять там рядом со всякими богачами, а? Ну ладно Я возьму свою сумку, а ты тоже приходи Хорошо Сейчас приду Аслым Ты открой в своем телефоне Афишу эту Открой, пожалуйста Он отказался от того, что дорого, да? Дай-ка посмотрю Аслым Ну же Иду я Аслым, аслым Возьми эти деньги Купите себе с Эйлюль билеты Отдохните хорошенько Ну не смей говорить, что деньги от меня Иначе они не пойдут, хорошо? Братец Ты тоже не смог смириться, ведь так? Доченька Это все, что я смогла собрать Надеюсь, этого хватит Возьми Положи это в карман Я уже дал деньги, все Нет, ну так нельзя, брат Сказал же, нельзя Отец, пожалуйста, увидь мою смерть Не говори так, не зли меня Я люблю это выражение Я дал, доченька, все, можешь идти Брат, пожалуйста Навозьми это тоже Нельзя, говорю Брат, пожалуйста Ладно, не спорьте Я разберусь Увидимся Озан Озан Бедсестра Вы видели моего сына Молодой парень В этой палате оставался Нет, я его не видела Озан Озан Что ты здесь делаешь? Ты слишком рано Тебя выписали, что ли? Какая разница? А ты не видишь, что ли? Делами своими займись Ты посмотри на него Посмотри на человека, о котором ты всю ночь думала Извеживайся, сказал бы Все нормально со мной А ты как? Бездушный Я думала, он отличается от других Однако они все одинаковые Пойдем Да не знаю я, кто она Пелин Она с нашего комплекса Она спасла Озана Если бы я видела, как он вышел из дома Я бы побежала за ним Знаешь, что я скажу? Ничего страшного Не важно это Главное, что с Озаном все нормально Мне больше ничего не нужно Я еще боялась, что с ним что-то могло случиться Озан? Это же Озан Когда он успел выйти из больницы? Пелин, я кладу трубку Пелин, я должна быть рядом с Озаном Я кладу трубку Хорошо Ладно Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Они кривящиеся от тебя Ты никогда не изменил бы моей маме Ты не изменил ей Они врут Ты никогда нам не врал Ты бы не смог Субтитры сделал DimaTorzok Озан? Неужели ты уходишь? Что ты здесь делаешь, Берчин? Просто дверь была открыта Я решила зайти Озан, с тобой все нормально? Ты нас очень сильно напугал Нормально все, Берчин, не волнуйся Если ты позволишь, мне нужно собрать вещи Озан Не уходи, послушай Я знаю Это нормально, что ты не хочешь здесь оставаться После всего, что произошло Но я очень скучаю по тебе Ну то есть мы, твои друзья Мы очень скучаем по тебе Субтитры сделал DimaTorzok Господин Яшар, я действительно мог умереть Я вдохнуть хотел А воздух-то не идет Боже мой В глазах начало темнеть Ноги начали отказывать Я ей сказал, все Конец мне настал О Господин Тарек, рада вас видеть Наши ослы спасла жизнь господину Тареку Нуран А? Да Я упал у своего дома, госпожа Нуран И вдруг я увидел, как ослым с кексом бежит ко мне Пусть Аллах будет довольным ей Она подняла меня до боли, дала мне лекарства Еще чуть-чуть На две минуты позже бы пришла Ой, не дай бог Кстати, спасибо огромное вам за кекс Здоровья вашим ручкам, я чуть свои руки не съел Это не я приготовила, это мама ослым приготовила А, она очень хотела познакомиться с вами Давайте я позову ее Если она здесь, я не против познакомиться Все-таки у нее такая прекрасная дочь Сейчас позову Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому